Всем доброе утро. У нас опять туристы. Я их только сейчас на машине объехала. Родня не объехала. Они не давали ехать. Они вот встанут все люди. Вень такие, Вень. Кошка, кошка, кошка. Надо на нее погапать. Чарли, Вень. Вень. Ничего искать кошек. Веньга, тире-понят. Скребушишь. Здесь очень много кошек. Штук пять, наверное. Он знает уже их. Тире-пая. Там одна. И в общем, едешь-едешь, они устали на середине. И все. И не туда, и не сюда. Мало того, что дорога узк, так они еще разрогательны. В общем, пипец. И все это на таком склоне. Ну, вы поняли. Такие вот туристы. Эти, кстати, испанцы, наверное, с севера, откуда мы приехали. Все, мы на работу идем. На улице хорошая погода. Работа же нас ждет. У нас ждет. Еще не хотела краситься. Вернее, вчера я не хотела краситься. Сегодня. Но сегодня я с утра устала. Думала, почему бы и нет. И, в общем, навела красоту. Да. Такая я сегодня. Мои красные ботынки. Моя жилеточка. Миховая. Кстати, там она с ушками. Да, мы уже идем домой. Точнее, не домой. Мне нужно сходить на почту. Там что-то пришло. Вот. Игра. Я всегда, если что-то заказываю, то заказываю на этот адрес. Открывайся. Что может на работе? Даже если у меня нет, то у меня оставят уведомления, и я тут быстренько заеду и заберу меня по пути. Так что едем. Потом домой кушать. Готовить у меня есть планы, что там. Ну, почти все полуготовое, только доготовить, довезти дома. В общем, вот так. Погода у нас замечательная, шикардосная. Ну, с утра, как всегда. Вот смотрите, тоже видите, как цветок тоже не очень. Задали, задали. Перекавили кочек. Пройдем тут, пройдем. Там машин нет. Прям едет, как на это. Быстро как. Как на трассе. Как по трассе. Тут пройдем. Ничего страшного. Закоулки какие. Плется в волосах чарлиных. Здесь у нас родственники живут. Что-то как-то ветер ходит. Там что-то туман, что ли. Смотрите, как интересно. Прям полоской. Видите? Такой интересный. Прям полоской, да? Ани, Ани. Чарли знает ее. Ани. Ай, Ани. Да. Да. Там, наверное, на работе. Поэтому. Идем. Мне машина подставит. А вот так здесь хлеб. Бенек и Бен. Хлеб вот так развозят и оставляют на двери. Вот потом придет. Хозяин. И заберет хлебушек. Винка, 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 Винка. Винка, 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 Винка. Винка, Винка, Винка. Винка. Картина Репина. Ти моя рыба такая отдыхает. Загорает на солнце. Я еще в аптеку зашла. Хотела там таблетки от давления взять. А у меня, оказывается, там нифига ничего нет. То есть надо в врачу ходить. Идти в поликлинику. В общем, да. Еще, по-моему, неправильно сказал. Но я уже ушаю. Я уже суп сварила. Рисовый. А здесь у меня поджарила чеснок. Добавила кабачок. Пол кабачка. И сейчас добавлю нук. И в конце шпинат. И свои специи, которые я вчера купила. Они для овощей. Как для салата, так и для всего. В общем, я все, что люблю, смешаю в одной сковородке. И будет, мне кажется, очень вкусно. Кабачки обожаю. Ну, тоже. Шпинат. В общем, все. А у меня еще есть салат, который свекольный. В общем, да. Такая вот еда будет вкусняцкая. А тут мужа. Сейчас еще ему курицу подпожарю. Правда, ему курица не очень грудка нравится. Ну, пускай тоже есть. Так что делать. Раз я ее достала из морозилки. Я вообще иногда, знаете, достаю и даже не знаю, что я достаю. Некоторые подписывают там о еду. Я нифига ничего не подписываю. Еще заморачиваюсь. То что достану, то и достану. В общем, вот так. Я еще потом на завтра буду делать крылышки в духовке. Они еще замороженные. С утра достала. Ну, у нас дома такой дубак. Но сейчас прогреется. На улице 20 градусов. Так что... Куришка долго размораживается. Ням-нямка будет. Разбила яйцо еще одно. И посыпала немного сыром. Вот такой у меня обед получается. И салатик. Всем приятного аппетита. Вот сегодня мы голубей погоняем. Чарли, мира. Палома. Мой вен, Митику. Мой вен. Мира, ай. Ай, ай, Палома. Мира, Палома, ай. Ай, я хочу. Ай, я хочу опять. По крыше бегать голубей гонять. Дразнить Наташку, дергать за кассу. Закончила в спортзале. И, кстати, он вон там нанесла маску. Вроде бы не видно, да? Да, хотя бы и видно. На улице все равно никого нет. Вы знаете, у меня часы, постоянно как из душа выхожу, соединяются с телефоном именно на фото. И начинают херашить фотки. Естественно, телефон-то лежит в сумке. И потом я захожу, у меня там такие фотки, то есть никакие. И постоянно здесь приходится выключать блютуз. Иначе, блин, он мне там, я не знаю, только вот, может быть, из-за воды или еще что-то. Ну, прям меня это начинает бесить. Ой, что-то я сегодня подустала. А сегодня, кстати, шла, да, в спортзал. С своей, как это? Как назвать-то ее? С которой мы вместе на сумбу ходим. Женщина там одна такая хорошая. Такая маленькая. Ростиком. Ну, испанки, они вообще не высокие. Ой, рука устала. Она эта сумка висит. В общем, и иду такая. Прям нам нормально так идти надо было. И она стоит, меня ждет. Мы разговаривали с ней. Там, типа, я что, собаку выгуливаю? У нее тоже, оказывается, две собаки. Она тоже их выгуливала. Хорошая такая женщина. Говорит, она похудела на 12 килограмм. Но не из-за того, что там диета или гимнасия. Что-то, видимо, у нее все случилось. Потому что, она, говорит, из-за нервов. Но я не стала спрашивать, что, почем и как. Как бы неудобно, да. Вот. Я всегда стою на сумме за ней. И вот так уже, знаете, разговариваем с тремя. Там, ну, в моем окружении, можно сказать. Мило беседуем. Так что, лед трогается. Я, знаете, какая? Я такой человек, что я сразу никому не раскрываюсь. Я вообще никому не раскрываюсь. Но если я не знаю человека, то я не буду там сама навязываться. Какие-то вопросы задавать или там еще что-то. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к людям. Вот. Чтобы, ну, не знаю, узнать, какие они или что. Я не такая вот. Увидела первую встречу. О, привет, как дела там? Там, ой, я живу-то там-то, туда-то. Нет. Вот у нас сколько, с лета ходим. И вот так потихонечку, потихонечку. Она там у меня спросила, ты откуда? С Литвы. Я говорю, нет, я с России. Ну, по мне же видно, что я не испанка. Вот. И она говорит, у меня была знакомая, очень хорошая литовка. И, говорит, она ушла. То ли, ну, она как-то сказала, как будто она умерла, знаете. Как-то. В общем, она говорит, ну, вот ушла. Я не знаю, в Испании такое есть, в испанском такое выражение, что как бы оно двуличное. Двуличное. Двуличное, нет. Двузначенное. Вот. Что вроде бы как то ли ушла из мира сего, то ли куда ушла. В общем, ну, я тоже не стала спрашивать. И она говорит, вот, что у нее вот она была. У нас там есть, я говорила, у нас очень много, но на сумбу не ходит, по-моему, нет ни одной русской. Зато есть два парня. Ой, один такой смешной, я не могу, такой колобок толстый. Он, ну, там двигается такой, прыгает, сигает. Ну, естественно, не в традиционной ориентации. Почему естественно? Потому что видно, и на сумбу, в принципе-то, особо мужчины не ходят. Один раз женщина привела к нам своего мужа. Он через 15 минут и говорит, когда все это закончится, я, говорит, уже весь выдыхаюсь. В общем, люди смотрят, типа, думают, да, танцуете. А это не так уж и легко танцевать. А так вот у нас два парня. Один прям такой двигается классно. Вообще, блин, камера закрыла пальцы. Ой, я прям по дороге иду. А я иду, шагаю по Москве. Вот, так что все есть. Ну, потом, естественно, я на этих позанималась. На тренажерах немного. В общем, все как обычно. Чем расходится. Ветешую все. Сейчас иду домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приправы вообще классные. Приправы такие. Чесночок сухой добавлю. Больше такой баночки нету, кстати. А, потому что я для это, для стевии ее порчу. Ну, да, можно сказать, и порчу. Трачу. А мариновать буду сразу вот в этой вот посудине, в которой потом буду и запекать. Чего 15 посуд тратить? Мыть потом еще, намывать, правильно? Ладно, значит, пошла я мыть. И там разные перышки есть. Ну, в общем, посмотреть, почистить. Смотрите, какие классные приправы. Это вот просто травы высушенные. Кстати, йогурт просроченный. Ха-ха-ха-ха. Как-то будете там мне писать, у тебя йогурт просроченный. Я знаю. Но так как я его не сырым буду употреблять, а это лишь для маринада. Ничего страшного. Не вздутый, значит, хороший. Тем более он пройдет термическую обработку. Ой. А я еще так и думаю. Наверное, уже сто лет там стоит. Да, и такое бывает. Все так перемешаем, перемешаем. Чтобы все хорошенечко смешалось. Чтобы было вкусненько, вкусненько. А я хочу, а я хочу опять. Это я монтировала видео сейчас. И вот песню там услышала. И все. Теперь буду ее ходить петь до завтра. По крышам бегать, голубей гонять. Какая аппетитная кашица получается. Ммм, прям хоть так ешь. Но нельзя, потому что... Почему? Пишите в комментариях. Ладно, сейчас отвечу. Йогурт просроченный. Хм, хм, хм. Кстати, вы так делаете? У вас просрачиваются йогурты? У меня постоянно. Потому что я их не особо люблю. А типа надо, типа они полезные. Покупаю, потом вот так вот выбрасываю. Вот. Крыльев у меня прям что-то дофига и больше. Наверное, их будем целую неделю есть. Вот. Поэтому бабахаем все туда. Так аккуратненько, потому что вода внизу. И все перемешиваем. Конкретненько так. Чтоб все это смешалось. И завтра будет шикардос. Минут на 40 в духовочку. И будет объедение. Вуаля. Только запекать я в этой форме не буду. Потому что я люблю, чтобы они были поджарены. Противень нужно взять побольше. А здесь что-то навалено. Что-то их много. Слишком. Ну, все. Отправляется это все в холодильник. Йогурт. Йогурт. Так что можно штук 30 съесть. И чай попью. Что-то я замерзла, пока месила. Крылышки наматывала. И замерзла. Озябла маленечко. Хотя у нас не холодно. Ну, все, друзья. Вот такой вот у меня день получился. Если вам понравился, ставьте лайки. Спасибо вам большое за комментарии. Все читаю. Всем отвечаю. Очень приятно, что вы пишете. С тебе вот так никак достать не надо. Одной рукой-то. Тебе не хуфры-муфры. В общем, вот так. Всего самого на лучшем. И до завтра. Встретимся завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok